Их задача – обеспечение продовольственной безопасности страны. Сегодня в республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. О передовиках и достижениях года – сюжет Дмитрия Ковалева. Путин работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности лучших из лучших пригласили сюда, в зал Дома правительства. В свой профессиональный праздник сразу 25 человек получили госнаграды. Усердный труд аграриев отметили благодарностями, почетными грамотами и званиями заслуженных работников Чуваши. Каждый буханки хлеба, каждой кружки молока на наших столах – частичка вашего нелегкого ответственного труда. Каждый является вдохновляющим примером для всех нас. Мне радостно видеть в этом зале ветерана сельского хозяйства Валериана Семеновича Краснова. Хорошо известно Чувашии и за пределами имя доктора ветеринарных наук, профессора, академика Кириллова Николая Кирилловича. Более 20 лет Николай Кириллов стоял во главе Чувашской сельхозакадемии, выпустив целую плеяду квалифицированных специалистов. Сегодня профессору вручили почетный орден за заслуги перед регионом. Мы оценили наш труд очень высоко. И думаю, каждый из нас желает более плотнее работать на благо родной Чувашии и великой России. Алифтина Александрова делает жизнь других слаще, трудясь за конвейером конфетно-шоколадного цеха. Сегодня оператор кондитерской фабрики стала заслуженным работником промышленности. Любила работу. Очень хорошо любила. Трудился. Вот тянет туда же. До сих пор работаю пенсионеркой, хотя работаю. Как на праздник иду. Среди награжденных механизаторы, доярки, ветеринары, зоотехники и руководители предприятий. Председатель сельхозкооператива Валерий Шумилов говорит, что заниматься агробизнесом в республике становится выгодно. Хозяйство СКП имени Карл Маса в основном занимается животным осом, растением осом. По животным у нас по голове 930 голов крупного рогатуса, из них 300 голов дойного стадо. Всегда отмечают наши достижения. Итоги развития агропрома подводили в торжественной обстановке. На протяжении года за звание лучших боролись муниципалитеты в призерах Яндикова, Батырева и Вурнары. Урожайность сельскохозяйственных зерновых культур в этом году по Вурнадскому району мы получили 29,4 гектара. Это самый лучший показатель в республике среди других районов. И намолотили 47 тысяч с лосиком тонн зерна. Животновода также не подвели. Мы надоели хозяйству всех категорий молока больше, чем в прошлом году. В этом году в республике произвели больше молока, яиц и мяса. Несмотря на капризы погоды, аграрии собрали неплохой урожай зерна, картофеля и хмеля. Второй хлеб и зеленое золото для региона – перспективные культуры. Бобов намолочено более 628 тысяч тонн. Несмотря на непростые погодные условия, собрали хороший урожай овощей. Делаются уверенные шаги по возрождению хмелеводства. Второй год подряд закладывается порядка 20 гектар хмельников. В этом году собран первый отечественный хмелеуборочный комбайн. Продукция предприятий республики пользуется спросом. Объемы экспорта превышают 20 миллионов долларов, но эти цифры надо увеличивать. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас неплохие перспективы открываются у рыбных хозяйств и мясокомбинатов. Все продается сейчас? Не хватает. Ничего не залеживается? Качественно не хватает. Зарабатываете миллиарды, продавая продукты. Задача на перспективу нарастить долю экспорта в два раза. В сфере АПК активно реализуют инвестиционные проекты. В следующем году начнет работу инновационный тепличный комплекс. С его вводом республика будет обеспечена овощами закрытого грунта. И агропромышленный комплекс в целом за последние годы устойчиво развивается не только на территории нашей родной республики, а вообще динамично и устойчиво развивается на всей территории нашей любимой России. Несмотря на погодные условия, сельхоз-товаропроизводители всех форм собственности, применяя современные инновационные технологии, подстраиваются под погодные условия. Сельхоз год завершен. Теперь можно и отдохнуть. На арене Ледового дворца красочное шоу и концертная программа. Вот эти дети, которые пришли поздравлять, они зажгли сердца селян. Они уже в 2019 году еще больше будут производить качественные сельхоз-товаропроизводители. Дмитрий Ковалев и Павел Иридков. Республика.